Всем привет! Меня зовут Саша Чернявский и я являюсь бренд-амбассадором коньячного дома Курвазье в России. И сегодня мы вместе с вами в рамках проекта Мастерская на платформе InShaker разберем основные моменты, связанные с подготовкой к конкурсу на примере Курвазье Bartenders Competition и не только. Поехали! Пункт номер один и, пожалуй, самый важный, это читайте правила. Пожалуй, самая распространенная ошибка это не до конца изученные правила. Возьмите в привычку читать полные правила, которые располагаются на официальном сайте конкурса. Да, это те самые скучные 5-10 страниц сухого текста и требований, но именно по ним судьи будут отбирать ваши заявки и допускать в следующий этап. Если вдруг вам непонятен какой-либо из пунктов, из правил, то обязательно задавайте вопросы организаторам, потому что лучше 100 раз просить, чем сделать все не так. Также, если что-то не указано в правилах, например, и если вы вдруг хотите проявить инициативу и сделать что-то, связь требования к заявке, то сперва подумайте, уделили ли вы нужное количество внимания основным требованиям. Если ответ да, то можете добавлять что-то, что от вас не требовалось. Что не запрещено, разрешено, но обязательно подумайте, будет ли это уместно вашей заявке. Пункт номер 2. Обязательно делайте ресерч. Делайте исследование бренда и его позиционирование. Конкурс для барменов – это в первую очередь маркетинговый проект, который нацелен на увеличение лояльности к бренду за счет вовлечения бартендерского комьюнити. Соответственно, абсолютно любой бренд, инвестируя деньги в конкурс, хочет донести определенную информацию до той аудитории, на которую он нацелен. Поэтому важно не только реализовать свою идею напитка, подачу и историю, но и транслировать ту идею, которая заложена в конкурс. Обязательно зайдите на официальный сайт конкурса, бренда и в случае необходимости запросите текущее позиционирование. Давайте разберем на примере конкурса Курвазе Бартендерс Компетишн. Участнику необходимо было придумать коктейль, который идеально бы вписался в концепцию дневного потребления, а также придумать описание концепции бранча. Соответственно, преимущества имели лоу-эбиви коктейли, потому что они более подходят для дневного потребления. То же касается и концепции бранча. Бранч – это про современность, еду, напитки, музыку и дружественную атмосферу. Те концепции, которые описывали классическую Францию, проигрывали заявкам с современным наполнением. Так что изучайте бренд и его текущее позиционирование. Пункт номер три. Составьте сценарий своего выступления. Если вспомнить классические оффлайн-конкурсы, где вы выступаете вживую перед судьями, то в таких конкурсах важно иметь сценарий своего выступления. Вы должны спланировать его от начала и до конца. А именно, подготовьте текст, а также пропишите всю последовательность действий и заучите ее на 100%. Попробуйте для начала написать текст вашего выступления и понять, сколько времени вы тратите на свою речь, после чего вы сможете определиться с действиями. Например, взял джиггер, налил ингредиент один, поставил джиггер и так далее. Замерьте, сколько времени у вас уходит на каждое действие, после чего вы можете поставить их на те или иные части своего выступления. Например, беру джиггер на слове «добавим». С таким сценарием вам будет проще заучить ваше выступление. Но помните, что это всего лишь сценарий. Всегда что-то идет не так. Но чтобы не потеряться, круто иметь четкий план в голове. Пункт номер 4. Упрощайте. Проще. Лучше. Бывает такое, что при большом желании удивить судей, в заявку добавляется очень много сложных элементов, ярких элементов, которые забирают на себя много внимания с основной идеи. Понятно, что круто, когда идеи вызывают вау-эффект. Но подумайте, во-первых, вот о чем. Поймут ли судьи сложность вашей идеи? А во-вторых, не получится ли у вас каша из ярких элементов? Например, у вас может быть какая-то суперическая подача в хендмейд посуде, коктейль будет приготовлен с использованием современного оборудования, а всю идею вы завяжете на космосе. Поймут ли судьи этот межгалактический винегрет? Лучшая идея для заявки – это пропущенное через призму личного опыта, чувств или переживаний. Делайте проще, делайте с душой. Такой подход всегда чувствуется. Номер 5. Покажите свои текущие скиллы. Не пытайтесь показаться теми, кем вы не являетесь. Это касается и вашей личности, и тех скиллов, которыми вы не обладаете. Конкурс – это некий срез ваших текущих знаний. Понятно, что у кого-то есть больше знаний и опыта в той или иной теме. Но только вот люди, которые больше понимают применение какой-то техники, будут гораздо быстрее с ней справляться, когда вы можете потратить кучу времени на один только коктейль. А это всего лишь часть вашего выступления. Применяйте те скиллы, которыми обладаете. Уделите внимание всем частям вашей заявки, не только коктейлю. Конкурс показывает ваши точки роста, над которыми вы сможете поработать позже. И будьте самим собой. Номер 6. Правильно справляйтесь со стрессом. Очень важно во время подготовки, а также во время самого выступления, правильно справляться со стрессом. Как бы банально это не звучало, но спорт, сон, еда – это ваша база. Следите за ними и ваше тело скажет вам спасибо. Также на время подготовки лучше отказаться от алкоголя, а в качестве расслабления выбирать то, что вас в него вводит. На самом деле каждый сам для себя определяет, как ему справляться со стрессом. Кто-то перед выступлением отжимается, чтобы разогнать адреналина, руки не тряслись, кто-то занимается медитацией. Найдите свой метод и применяйте его. Главное, чтобы это не вредило вашему здоровью. Пункт номер 7. Чем интереснее, тем интереснее. Как мы говорили ранее, делайте ваше выступление проще, но не забывайте про интерес и вовлечение. Сегодня, пожалуй, уже никому не интересно слушать про ингредиенты, собранные в вашем саду или про бабушкино варенье. Будьте оригинальными. Вы можете взять какую-то глобальную проблему и подумать, что же вы можете сделать, чтобы эту проблему решить. Пропускайте ее через призму личного опыта. Задействуйте мультисенсорику, включите вашу заявку в увлекающий контент. Возможно, это будет уместно и можете сделать модборд или прикрепить плейлист. Заинтересуйте судей. Чем лучше вам это удастся, тем больше у вас шансов на победу. Номер 8. Не рассчитывайте на организаторов. Если мы с вами говорим про оффлайн выступления, то постарайтесь подготовить все, что вам необходимо самостоятельно. Например, на конкурсе просто может не оказаться определенного оборудования, которое вы думаете, что организатор должен подготовить. Случается разное и организаторы, бывает, что-то не учитывают. Поэтому лучше рассчитывать только на себя. Номер 9. Работайте с собственным инвентарем. Бывает такое, что на выступления бартендеры покупают новое красивое оборудование, с которым они еще ни разу не работали. Да, выглядит круто, но отработанные действия важнее. Можно запросто промазать с балансом или накосячить с наливом. Поэтому работайте только с рабочим инвентарем. Номер 10. Тестируйте ваши концепции. Есть такое понятие в бизнесе как MVP. MVP – это минимально жизнеспособный продукт. Ты наделяешь его минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребностей функциями. Основная задача – это получение обратной связи для формирования гипотез дальнейшего развития продукта. Также работают и ваши концепции, которые вы описываете в заявке. Попробуйте создать основную идею и дать ее оценить 10-ти людям. И не только тем, с кем у вас дружеские отношения, но еще и тем, кто вашу идею может нормально раскритиковать. Соберите обратную связь и учтите ее в доработке вашей концепции. Но не прислушивайтесь на все 100%, потому что полностью растеряйте вашу уникальность. И последнее. Страх выступлений – это нормально. Наверное, основная причина этого страха – это то, что ты опозоришься перед кем-то и что о тебе что-то не то подумают те люди, внимание которых ты приковываешь к себе. Но это совсем не та мысль, которой стоит забивать свою голову. Важно донести ту идею, которую ты вкладываешь в свою заявку. А для этого нужно гореть этой идеей, а значит любить то, что ты делаешь. Для большей уверенности имейте четкий план выступления, протестированные концепции, в общем, все то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Важно прогоните свое выступление несколько десятков раз, если речь про оффлайн выступления. А в день X постарайтесь максимально расслабиться и получить удовольствие от процесса. Что ж, друзья, вот мы с вами и обсудили, наверное, основные моменты, которые связаны с подготовкой к конкурсу. Участвуйте в конкурсах, потому что они дают вам хороший толчок, а также бесплатный пиар внутри индустрии, а иногда и не только внутри индустрии. Подписывайтесь обязательно на YouTube канал Inchecker и следите за выходом новых выпусков. Увидимся с вами в следующем году на Курвазе Бартендерс Компетишн. До встречи!